Доброе утро, уважаемые друзья, все, кто пришел на данный клубный день под названием «Трейдинг, миф и реальность». Меня зовут Владимир Тишко и сегодня мы вообще можем поговорить о совершенно различных аспектах трейдинга все то, что вас лично интересует. Здравствуйте, Карен и все-все-все, кто присутствует в чате. Итак, давайте начну немножечко, небольшое маленькое вступление, буквально несколько минут. Идеология данного клубного дня. Вот в чем суть этого клубного дня, какую мысль я хочу развить во время данного семинара, данного клубного дня. Клубный день – это место, где мы можем пообщаться на те или иные темы, которые лично нас интересуют. И я хотел бы сказать, что здесь какого-то особой темы нет. Поэтому идеология данного семинара или клубного дня, будем говорить про клубный день, заключается в том, чтобы можно было поговорить о тех темах, которые вам, лично вам интересны. И поэтому здравствуйте, Сергей, Игорь, Олег и все-все-все, кто присутствует здесь в чате. То есть бывают такие моменты, что мы что-то не договорили, может быть, не допоняли как-то или, может, появились новые идеи. Во время целой недели, которую мы провели достаточно успешно, поговорили о трейдинге, пытались создать торговую систему торгового робота, то есть делались первый шажок, поговорили о техническом анализе. И вот все темы, которые нас могут сегодня заинтересовать, как раз можно в совершенно спокойном режиме обсудить. Поэтому как таковой специальной темы нет, но я хочу показать вот на экране здесь видно, то, что мы так или иначе более или менее серьезно обсуждали. Вот с чего начать трейдинг, скажем, хочу все знать. Говорили о терминах, о работе в финансовых рынках, говорили о фондовом рынке, о товарном, о принципах, об индикаторном анализе. Вот в настоящий момент целый трехдневный семинар я провел, посвященный техническому анализу. То есть сильные, слабые стороны постарался именно это рассмотреть. Законы финансовых рынков. На следующей неделе будет семинар в четверг, по четвергам я его провожу, который проливает свет на ряд закономерностей или на ряд каких-то законов, которые никак нельзя нарушить или они не нарушаемы. Фактически об этом будем тоже говорить на следующей неделе. Как поставить и как выбрать правильные цели в трейдинге? Успешные трейдеры, кто они? Основа управления капиталом. Можно ли заработать миллион или нельзя? То есть вот такие вопросы, вот все, что вы видите здесь на экране, это как раз выросло из нашего клубного дня. Поэтому давайте сделаем так. Я в данном случае ничего не хочу специально как-то рассказывать, потому что поговорить у меня всегда есть о чем. Я хотел бы поставить вопрос следующим образом. Давайте задавайте какой-нибудь вопрос или задавайте тему, что вас действительно интересует и будем говорить именно об этом. То есть, как говорится, кто первый, тот и того и тапки. Здравствуйте, Вадим и так далее, и так далее. Все, кто присоединяется. Если какой-нибудь у вас вопрос, который бы вы хотели рассмотреть более глубоко, более подробно, давайте сделаем так. Все-таки я дам одну минуту, если вопросов не будет. Основа управления капиталом. Ирина, я хотел бы сказать следующее. Вот у нас был такой семинар, клубный день, который был посвящен данной теме. Что вас там интересует, Ирина, во-первых, мне хотел бы более подробно, потому что на следующей неделе, вторник, среда, четверг и может быть пятница, мы будем говорить именно об основах управления капиталом. Первое, что я хотел бы у вас, кстати, Ирина, спросить, вот вы достаточно неплохо задали вопрос. Какой ваш практически стаж в трейдинге? То есть неважно, демо счет, реальный счет, давайте так, сколько времени вы этим делом занимаетесь? Ирина, напишите ответ, вот то, что я хотел бы вам что-нибудь посоветовать. Не вижу, не вижу пока ответы. Ну давайте так, во-первых, начну с того, что из клубного дня основы управления капиталом появился целый цикл, достаточно такой расширенный семинар, который посвящен именно этой теме, основы управления капиталом. За час я не смогу никак даже рассказать. И поэтому эта тема очень-очень важна, но, Ирина, давайте скажем так, вот я сразу скажу, во вторник, я вас лично и персонально приглашаю на этот семинар, но я хотел бы сказать следующее, все-таки если вы начинаете изучать трейдинг, давайте вчера, может быть, кто-то смотрел из вас, семинар по основам управления капиталом, я хотел бы вам порекомендовать следующее, вот мне задают вопрос, я на него стараюсь ответить, какой следующий курс посмотреть, нужно ли вам сейчас смотреть про управление капиталом. Я думаю, что если вы только-только начинаете учиться, это может быть просто-напросто преждевременно. Ну так же, как ребенку не рассказывают какие-то взрослые темы. Понятно, что он постепенно-постепенно вырастет, получит новые какие-то знания от жизни и можно будет обсуждать, наверное, более взрослые, более серьезные темы. Любому новичку, вот сто процентов, я всегда рекомендую, первое, посмотрите основу управления капиталом, основу управления, основу вводный семинар, основу профессии трейдера. Дальше, мое личное предпочтение, обязательно установить торговую платформу, скачать ее, это занимает не очень много времени, она русифицированная, позволяет работать на демо счете, на реальном счете, здесь нет никаких различий между реальным счетом и виртуальным счетом, демо счетом. Единственное, заработали деньги, денег никак нельзя будет снять. Поэтому это, посмотрите, установите, разберитесь с торговой платформой, вот мое личное, подход, как изучать. Дальше, посмотрите базовый курс. Во время базового курса, он пять дней в неделю ведется, по вечерам, в семь часов днем проводятся семинары, либо под аналогичным, смысловая нагрузка та же самая, базовый курс, первая часть, он бесплатный семинар, там на втором занятии разбирается та же самая платформа, мета-трейлер, то есть вам уже будет даже легче смотреть этот базовый курс. Можете общаться с преподавателем в режиме онлайн, также задать вопросы. Все. Там затрагиваются элементы управления капиталом. Дальше, что вот мне подходит Владимир Тишко и говорит, Володя, научи меня торговать, то есть я сам себе буду рекомендовать. Я дальше бы сказал, Володя, обязательно изучи технический анализ именно графические методы, научись вот после базового курса торговать, посмотреть семинар по графическому анализу и научись здесь торговать, получи хорошую практику, осознай, что есть тенденция восходящая, нисходящая, боковая, переходное состояние, научись это просто-напросто отличать. Тут уже как отличается день от ночи. А можете ли вы, к примеру, понять, что сейчас вечер, а вот переходное состояние между днем и ночью, вечером или утро. Вот именно эти нюансы как раз делают трейдеры трейдером. Дальше. По части продвинутого технического анализа это уже индикаторные методы. Вот именно этот второй элемент, который нужно будет изучать отдельно, особо, то есть более глубоко, но только после изучения графических методов. Потом я бы рекомендовал цикл семинаров, посвященный фундаментальному анализу. Немножко как-то у меня съехал здесь в данном случае порядок изучения. Изучил бы обязательно фундаментальный новостной анализ и после этого посмотреть цикл семинаров по основной валюте мира, то есть разобраться более глубоко с фундаментальным анализом. Здесь есть, кстати, обратите внимание, есть небольшой с моей стороны лукавство. Вот если говорить о правильном изучении трейдинга, то, конечно, лучше бы изучать с фундаментального новостного анализа, а потом уже изучать технический анализ. Но вот моя личная практика, сколько я с людьми не работал, всегда очень тяжело объяснять какие-то фундаментальные факторы, не подтверждая вот тот или иной фактор вот тех, что происходит на рынке. Поэтому вроде бы надо изучать в первую очередь фундаментальный анализ, а потом технический, но вот с точки зрения как-бы доходчивости для новичка я вот именно поставил все наоборот. Поэтому осознайте, что когда вы изучите фундаментальный новостной анализ, еще раз нужно будет посмотреть, может быть, даже для себя сделать какие-то пометки в части технического анализа. Про себя могу сказать. У меня фундаментальный анализ занимает где-то примерно треть в моей работе, а вот технический анализ примерно 70%. То есть в первую очередь я смотрю на график, думаю, что там происходит, какие события, а потом начинаю искать под то, что происходит, идеи, которая будет двигать цены вверх или вниз. То есть обращаюсь к фундаментальному анализу. То есть у меня вот так. первое я технически провожу анализ, а потом ищу какие-то подтверждения фундаментальными факторами, новостями, которые будут озвучены. Не наоборот. Я не смотрю фундаментал, а потом технический анализ провожу. Есть трейдеры, которые делают наоборот, им так удобнее. Вот я здесь ничего не скажу, вот мне так лично персонально удобнее, поэтому рассказывать то, что как по-другому я даже не буду. Поэтому говорю только со стороны себя, видите, свой опыт рассказываю. И Ирина, здесь он не настолько сложный, кстати, на фундаментальный анализ, он достаточно, по сути своей, очень простой. Тут не надо что-то так думать, что надо взять толстую книжку по макроэкономике, получить какое-нибудь образование высшее экономическое, ничего подобного. Кстати, большинство успешных трейдеров, успешных трейдеров не имеют экономического образования. То есть у них техническое образование, любое, но чистых экономистов вообще в трейдинге я вообще мало видел. Это такая даже не то, чтобы ошибка думать, что нужно обязательно изучить экономику. Нет, экономисты занимаются совсем-совсем не этим. Поэтому основные принципы очень простые, фундаментальный анализ, он крайне прост и в своей сути элементарен. Как ни странно. Но все-таки есть вот эти нюансы, которые нужно обязательно полезно знать. Вот такие нюансы, которые как раз определяют, наверное, суть. Ну, то же самое, как соль. Соль – это натрий-хлор, химическое соединение, но без него, вот видите, суп уже не суп, еда не еда. Поэтому вот этот маленький нюанс, он как раз и создает то, что нужно. Поэтому фундаментальный анализ я поставил во вторую половину обучения. Опять же, на базовом курсе тоже рассматриваются элементы фундаментального новостного анализа. Но более глубоко, неплохо. И управление капиталом я не ставлю в первую очередь. Я могу сказать, что это очень важная вещь, потому что большинство трейдеров потеряет деньги именно по этой причине. То есть не от того, что их анализ был плохой, или фундаментальные данные, или фундаментальный анализ был плох, чаще всего проблема заключается здесь – в основах управления капиталом. Я, Ирина, сейчас специально не буду ничего рассказывать, потому что, а, вот есть хороший, с моей точки зрения, курс трехдневный, первые два занятия, три занятия, я вот рекомендую посмотреть. Для себя, может быть, многое сделаете, многие выводы сделаете. Поэтому, если вы говорите, я только начинаю учиться, мой подход такой, что вот пока это не пройдет, основа управления капиталом, как-то торопиться с этим не нужно. Важная часть, очень важная, 90% проблем будет связано именно с этим. Но, как вот уже говорю, то, что делают, то, что нельзя рассказать детям, рассказывают взрослым. Поэтому именно этот вопрос я бы оставил бы на конец. Поэтому вот так. Игорь Телешев, да, Телешев Игорь, да, по поводу, по поводу дневника. Я скажу, что дневник – это очень важнейшая, важная вещь для трейдера. Более практическую вещь я, наверное, придумать не могу, потому что вообще все, что в мире придумано, все, что окружает вас, вот просто где вы сидите, дома там, дома сидите. Вот все, что вас окружает, это результат исследований, научных исследований. И в каждое, вот, какое-то достижение, опять же, даже компьютер, интернет, это все-таки цикл вот этих знаний, которые накапливались, накапливались, записывались и передавались из поколения в поколение. То есть вот алфавит, умение написать, выразить свою мысль письменно – это, в общем-то, то, что делало человека человеком. То есть мы можем передавать знания. Поэтому по части дневника я скажу следующее. Мы будем во вторник, вот у нас будет семинар, который будет посвящен теме построению механических, уверяю, построению торговых систем, в том числе и механических, я бы хотел сказать, подчеркнуть так. И мы там будем вести дневник. Давайте сделаем следующее. Я просто покажу вам типичный дневник свой. Вот свой дневник. Сейчас я его открою. И мы будем этот дневник, я просто его покажу без какой-либо детализации, только для того, чтобы показать, что туда можно вписывать. И потом перейду на принцип построения торгового дневника. Так, сейчас, пять секунд. Я сказал, что вы делаете правильные подходы в части, в части записи, дневников. Я сейчас покажу тот дневник, который лично я веду, и мы будем вести, добавлять только то, что нам туда нужно. Сейчас перенесу на другой компьютер, и вы увидите дневничок. Вот дневник может выглядеть даже таким образом. Начну с того, что, ну, фактически, я вам сейчас покажу. Это та форма, которая у меня применяется стандартно. То есть обычно одна половина. Раньше я делал следующим образом, и до последнего момента люблю вести. Кстати, хотите, покажу дневники, которые я веду в данном случае на работе. Сейчас, пять секунд. Пятиминутный и дневной, но вот фактически результаты у нас пока идут от алгоритма, от идей на краткосрочном тайфрейме, пятиминутном. В данном случае мы вот это будем записывать, смотреть, работает это или не работает. Здесь используются две скользящие средние, период 70, период 20. Именно этот момент я и вписал в дневник. Вот почему? Именно потому, что мы именно это будем тестировать на следующей неделе. То есть будем смотреть, работает ли этот параметр. Может быть, нужно его как-то изменять. Может быть, это совсем не будет приносить никаких результатов. И дневник нам нужен именно для этого, чтобы мы могли обратно вернуться и посмотреть, где мы свернули не туда. Вот какую ошибку делают в большинстве случаев начинающие трейдеры, которые пытаются делать что-то системно. Они берут тестер торговых стратегий. Вот таким вот образом включают тестер торговых стратегий и начинают тестировать какую-нибудь торговую стратегию. Тестируют, тестируют, переподгоняют данные, меняют свойства эксперта. В общем-то, здесь этим делом можно заниматься вечно. Результат будет точно такой же, нулевой, отрицательный. Потому что отношение к системному трейдеру, у более-менее серьезных трейдеров совершенно другое. Они понимают, что здесь торговый алгоритм работает, здесь он точно не работает. Переподгонка вообще абсолютно, по большому счету, бессмысленна. Она нужна, полезна только для понимания вообще идеи. Работает или не работает вообще в целом. Ну а вот в дальнейшем мы это все запускаем, тестируем, смотрим и производим постоянный процесс изучения того, что у нас получается по факту. То есть метод научного знания. Либо наблюдение, либо эксперимент. Мы делаем в нашем случае два момента. Я лично делаю эксперимент и, естественно, наблюдаю, что можно было бы сделать, как можно было бы систему нашу улучшить. Вот где она абсолютно не работает, не улучшаема, туда руками в принципе лучше не лезть. Поэтому давайте сделаем так, Ирина, опять же, во вторник в 16 часов 30 минут мы начнем снова наш семинар, который будет посвящен построению торговых систем, то есть не только механических, я бы вообще широко обобщил, как мыслить системно, что нужно, как нужно делать. Вот это, думаю, с практической точки зрения будет полезно. Если говорить о дневниках, то давайте-ка дневники. Сейчас давайте посмотрим о дневниках. Нужно ли вести дневник или не нужно вести дневник? Первое. Ну, давайте маленький элемент. Вы все-таки вопросы задаете, Ирина, я думаю, вы сейчас сообразите. Вот типичный вопрос, который идет от тех, кто приходит на клубный день. Этот вопрос был в чате. Вот еще есть вопрос по дневнику трейдера. А, это мне письмо прислали все-таки. В чатах обычно короткие сообщения. Есть еще вопрос по дневнику трейдера. Что он собой представляет? Какие данные нужно вносить в этот дневник? Есть ли какой-нибудь образец, который бы вы могли выслать? Вы сами ведете сейчас дневник трейдера? Уж сказал, что да. Или это только полезно на начальном этапе работы? Скажу так, всегда веду только вопрос модификации этих дневников. Первые дневники, которые у меня были, я их даже до сих пор не выбросил. Мне их как-то жалко. Там такая полная чушь и бессмыслица, что ценной информации там вообще нет. Вообще, вот представляете, у меня такая целая коробка, вот такая коробка из-под ксероксной бумаги. Она забита как раз именно самыми первыми дневниками. Это где-то, наверное, 2000-й год, 99-й, 2001-й. Я туда вносил все, что мне казалось, имеет отношение к трейдингу. Тогда информации было гораздо меньше, но вот они были исписаны. Я скажу так, как-то перелистал, полная билтолковщина. Вот сказал бы так, что писал какую-то чушь. Но вот именно привычка, она как раз дает возможность трейдеру понять, что где-то он свернул не туда. Вот это важно, это работает, не работает, это повторяется, это не повторяется. Поэтому дневник, я скажу так, дневники веду постоянно. То есть вот 15 лет всегда ощущаю себя, что постоянно сижу с блокнотиком, веду какие-то записи, черкаю, иногда просто что-то рисую. Некоторые блокноты просто наполовину исписаны, берешь следующий, появляются новые какие-то более свежие идеи. Поэтому дневник, я считаю, что вот мне лично помогает. Кто-то без дневника и говорит, что все прекрасно. Я тут уж, я про себя только говорю. Ну, какие могу сказать аргументы за дневник? Так, первое, тупой карандаш, лучше острой памяти. Вот, записали, все, что написано пером, не вырубишь топором. Дневник трейдер купить нельзя. Вот говорят, можно у вас дневник посмотреть? Хотите, я вам сейчас дам одну подсказку, кто опытливый ум имеет, может сам разобраться. Но, сейчас я открою в поисковике. Ермаченко. Был такой трейдер, знаменитый трейдер в начале 2000-х годов. Можно просто набрать либо атаман, либо Александр Ермаченко. Герой рынка. В тот момент, когда я был новичком, смотрел в рот всем этим более-менее серьезным трейдерам. И вот, обратите внимание, посты, то, что я сейчас просто найду, буквально. Архив постов атамана. То есть, чем знаменит трейдер? Ну, вот, собрание дневников Александра Ермаченко. Широко известно в узких кругах трейдера. Атаман торговал исключительно американскими акциями, стоками. В данном случае, я буду переводить на нормальный русский язык. Через компанию Offentrade в Москве, на сайте которого до сих пор осталась его страничка с результатами управления партиелем. Это начало 2000-х годов, кстати, представляете, 15 лет назад. 25 августа он умер в возрасте меньше 40 лет. Всех секретов своей торговли он никогда не раскрывал, но очень много полезных умных вещей про трейдер успел сообщить на разных тематических форумах. Ну и так далее, и так далее. Кому надо, вот я думаю, я что вас, не буду вам класть в рот сразу всю информацию. Пожелайте, просто почитайте. Почему я говорю про данного трейдера? Тем, что он публично заработал миллион долларов. Миллион долларов публично торгуя на американском фонду бенки. Вот, хотите, поищите, почитайте. Это фактически дневники. Но я скажу так, что когда вы начнете читать, начнете искать, вы ничего не поймете. Я снова повторяюсь, возвращаюсь именно к этому, что дневник трейдера купить нельзя. То есть у меня есть эти дневники, и его, и других трейдеров. Когда я начинал заниматься, интересовался, думаю, почему я такой тупой, вот у меня ничего не получается. Почему у них получается? Начинаешь читать, они записки оставили, читаешь и полное, даже не то, что полное непонимание, чужие мысли очень тяжело читать. Вот что вложил в мысль, в идею, вот в ту фразу, в тот или иной трейдер. То есть все-таки мысль, знаете, когда вы пишете, вы свои-то записи, наверное, не сможете разобрать иногда через два дня, что же вы там написали, трезвые были в этом состоянии, неизвестно. Поэтому я скажу так, что дневник трейдера купить нельзя. Вот именно поэтому я говорю, что я не даю каких-то специальных рецептов, потому что они вам-то будут фактически бесполезны. Ну и соответственно вопрос, почему возникает. Вот, кстати, вопрос к тому, что, почитайте, вот сейчас дам вам одну минуту для того, чтобы вы могли прочесть. Это как раз один из постов Александра Ермаченко. Я просто его взял, чтобы вы, я лично здесь немножко понимаю, о чем идет речь, а вот сможете ли вы понять хотя бы вот, хотя бы немножко саму идею именно этого достаточно простого, простого сообщения. Вот, надеюсь, вы так. Я вам не помешал, надеюсь, читаете, читаете, читаете. Вот если вы понимаете, о чем идет хотя бы речь, видите, информация. Татьяна, к вам, к вашему сообщению я скажу позитивный момент. Вот именно этот момент, то, что как только вы осознаете, что это вы лично такой тупой у других получается, у вас нет, это значит, что вы, в общем-то, на верном пути. То есть, это правильный, правильный вопрос, который сами себе задаете. Вот нужно работать именно над этим моментом. Да, вот что делаете вы такого, что не приносит результат. Это раз. А во-вторых, я скажу так, что многим товарищам просто-напросто везет. Они ухватывают как бы фортуну, не знаю, за какое место, им вот на каком-то отрезке времени везет. Так или иначе, каждый трейдер задается именно этим вопросом. Что это у меня тут не получается, у всех получается, у меня не получается. Это очень правильный вопрос. Именно вы на верном пути. То есть, это как раз позволит вам развиваться. В моменте не могу более дать какого-то развернутого совета, наверное, вот. Но я скажу так, у меня было это. Было. Тоже думал, надо бросать трейдинг, это не мое. Что-то я не зарабатываю. У меня даже есть один скриншот, который я распечатал в свое время. Повесил его на стену, у меня долго висел. Висел даже где-то, до сих пор хранится просто в каких-то переездах, он где-то лежит. Но он у меня долго висел, как раз памятник моей собственной личной тупости. Ну, я, во-первых, скажу, что в первую очередь я занимался и продолжаю заниматься фондовым рынком. У меня есть график одного дня, где две сделки. Вы знаете, вот абсолютный максимум это была моя покупка. Я купил, вот больше дураков не нашлось, чтобы купить дороже, чем я. И самый минимум в этот же день также угадал я. Но в этот момент я закрыл убыток по своей покупке и купленной на вершине. И вот по самому дну я продал. Вот не было такого дурака, который бы продал еще дешевле. То есть вот раз вверх и минимум я вот так повесил перед собой и думал, какой же я реально тупой. Но ничего, потом это через несколько лет это тихонечко-тихонечко исправил. Татьяна, вот опять же вопрос затягивает это дело. Страдает основная работа, домашние дела. Тут уже вот эта сложность. Я не знаю, как вам что посоветовать. Тут вопрос, либо вы этим занимаетесь, либо не занимаетесь. Может быть вам нужно выделить просто какое-то очень определенное время. Со временем, с вашим как бы ростом профессионализма у вас будет расти и собственное мастерство, и меньше времени вы будете заниматься трейдингом. Но опять же я не рекомендую вам заниматься интродэй торговлей. То есть в этом случае позиционной торговлей. Но опять же еще неприятный момент, опять же для всех может быть такое будет откровение, что даже зарабатывая деньги, может быть вы бросите трейдинг. Есть у меня, вот у меня реальный клиент в нашей компании, который неплохо зарабатывал на валютном рынке, представьте себе. Но он бросил трейдинг только потому, что начала страдать его основная работа. А основная работа у него, он бизнесмен такой вполне средней руки. У него нефть, у него газ, у него бензоколонки и так далее, и так далее. И вот когда он пришел, сказал, Володь, я завязываю с трейдингом, понимаешь, самый неприятный момент, просыпаешься, сразу же смотришь новости, занимаешься какими-то делами. То есть рынком занимаешься, занимаешься, начинает страдать основная работа. Вы понимаете, что это серьезный бизнес, бензоколонки, бензин, нефть и все остальное. То есть такой бизнесмен средней руки я его называю. И он, как сказал, понимаешь, тысяча баксов, которые я там зарабатываю, мне вообще как-то не в кассу. Работа-то страдает на гораздо большие объемы. Поэтому вот он тихонько-тихонько перешел на другие, более свободные от активного трейдинга занятия. Инвестициями занимается, портфелями. Где нужно смотреть, это может раз в неделю, дай ты бог, посмотреть, что там произошло. Все занимает буквально 15 минут. Поэтому, Татьяна, вот такой вот вам момент могу посоветовать, это первое. Второй момент, я бы все-таки подошел к вашему трейдингу с позиции такой инвестиционный или позиционный трейдинг, который называется. Три месяца держать торговую позицию. Вносите деньги, скажем, открываетесь минимальным объемом, без кредитного плеча. И находитесь в торговой позиции максимально долго, два-три месяца. То есть куда будет развиваться событие. Давайте посмотрим просто опять же в рамках, что я хотел бы проиллюстрировать. Давайте-ка возьмем, возьмем пример. Вот сейчас я скажу, не сюда. Ну вот ситуация доллар-рубль. Это, наверное, прекрасная ситуация, которой сейчас все интересуются. Меня только что, буквально перед занятием, звонили из Москвы свои знакомые как раз по вопросу именно этому. Обращаю ваше внимание, вот, Татьяна, настройтесь, к примеру, на принципы позиционной торговли. Вот если глобально нам смотреть, что нам не нужно заниматься активным трейдингом, если у нас есть какая-то устойчивая ситуация на рынке. Когда существует устойчивый тренд, купил и забыл, вот, купи и держи, buy and hold. Это очень такая интересная торговая стратегия. То есть для многих трейдеров, это может быть откровением, но вот такая торговая стратегия очень-очень продуктивна, приносит хорошие результаты. И торговые роботы или системный трейдинг, или системная торговля не обгоняют по доходности, к примеру, растущий рынок. Парадокс такой. Поэтому купи и держи более выгодно, нежели просто регулярно совершать торговые операции, покупать, продавать. В теории, вроде бы, да, можно больше заработать, полно практики, к сожалению, нет. Поэтому вот настраивайтесь на такую позиционную торговлю с минимальным лотом и набирайте, набирайте мастерство. Поэтому вот об этом я хотел бы именно это сказать. Давайте вернемся опять же к нашему дневнику. Я смотрю. Вообще о чем будет идти во вторник семинар трейдинг принципа построения торговых систем? Вот об этом. Вот то, что мы будем делать именно это. Трейдинг это процесс непрерывных улучшений. То есть невозможно позаниматься, чему-то научиться и больше не совершенствоваться. То есть рубить деньги, вот как печатный станок, не получится этого, сразу скажу. Трейдинг это постоянное совершенствование или самосовершенствование. Поэтому образование дает нам хорошую работу, а самообразование дает нам ключ богатства. Поэтому первое, распланируй, то есть вот для чего нам нужен дневник. Знайте план, сделайте какое-нибудь предположение, гипотезу. Потом этот план нужно обязательно реализовать. Причем на практике мы это будем как раз делать. Потом мы проверим уже во вторник, что у нас получилось, что у нас не получилось. Потом внесем изменения и снова построим новый план. То есть фактически мы исследуем движение цены, выстраиваем гипотезу. То есть куда может двигаться цена, если складывается на рынке какая-то определенная ситуация. Мы можем ошибиться, а можем получить это на подтверждение. Мы делаем, получаем либо подтверждение, либо опровержение своего предположения. Записываем это все в дневник. Вносим изменения, если нам эти изменения требуются. И снова планируем. И так цикл, в общем-то, можно повторять до бесконечности. Шлифовать, 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 шлифовать. У нас появляется собственное понимание движения цены. Вот несмотря на то, что здесь вроде все сказано или пересказано уже сотни раз, и не одну сотню раз. Вот знание и понимание я вот немножечко разделяю. То есть знание это будем называть такое книжное знание, я вам что-то рассказываю, вот так надо делать. А понимание это когда вы это знание проверите на практике. То есть вы для себя сделаете какой-то совершенно уникальный вывод, он может совпасть с моим, он может не совпасть с моим, но он будет лично ваш. И только в этом случае вот именно у вас появится новая связь. Поэтому вы в дальнейшем будете выстраивать стратегии, тактики, и это будет приводить к результатам, которые вы фактически сможете задекларировать, то есть озвучить. Риск менеджмент, это уже относится, я бы сказал, вот если вы задаете вопрос по управлению капиталом, я хочу сказать, что это не относится напрямую к нашему планированию, но в итоге мы тоже будем делать поправку на те риски, которыми мы будем обладать. Поэтому вот для чего нам нужен фактически дневник. Вот если кто-то задал вопрос, как ввести дневник, я вот скажу, вот возьмите обычную тетрадь, разделите все это на две половинки. На одной половине пишите все, что связано с открытием торговой позиции. Самая главная причина открытия торговой позиции, она часто у вас будет страдать, именно это как раз будет давать вам отпорную точку. А где можно было бы лучше сделать сделку? Почему вы ее захотели сделать сейчас, именно здесь? Может быть вы слишком рано открыли, может быть слишком поздно, может быть вообще не в кассу, не в ту сторону. Записывайте, записывайте, записывайте. Негативный результат это очень хорошая пища для размышлений. Давайте скажу так, опять же приведу пример. Сделайте скриншот, запишите все это, переписывайте. Я просто сейчас появлюсь немножко на экране, сломаю вам картинку. Самая главная идея, вот что я хочу сказать. Если у вас есть стандартные причины для открытия торговых позиций, и, к примеру, из 10 сделок, все 10 сделок убыточные. Знаете, как этому я обрадовался бы? Ой, я бы так был бы счастливый. Это очень хороший повод. А не создать ли нам противоположную торговую стратегию? То есть вместо того, чтобы покупать, нужно продавать. Как развивается событие? И дальше после этого я проверю, прав я или не прав. Это было бы очень хорошо. Вот самое неприятное для любого системного трейдера, и это вот издержки этой профессии, то, что у вас половина сделок будет в плюс, половина сделок будет в бинус. И вот именно этот неприятный момент, с которым приходится чаще всего смиряться. То есть, когда мы не можем понять, а почему у нас возникают убытки, у нас половина сделок в прибыль, половина сделок в убыток, вот именно это как раз причина для того, чтобы задуматься вообще о правильности вашего подхода. То есть нужно обязательно разобраться, где возникает проблема, и эту проблему, если возможно, ее просто нужно будет как-то искоренить. Ну вот здесь присутствует Юрганов Олег, то есть фактически он, получается, мой коллега по созданию торговой системы. И, я не знаю, Олегу и всем остальным я как-то озвучил, показывал проблемы, которые возникают при подобного рода трейдинге. Ну вот давайте сейчас попробую открыть торговый счет, на котором хотел бы именно этот элемент продемонстрировать. Ну давайте попробуем вот этот торговый счет. Я его отключил, он пока еще у нас живой. Так, и это у нас все происходит с валютной парой Great British Pound. Давайте возьмем какой-нибудь маленький таймфреймчик и пролистаем немножко в прошлое. Я просто хочу показать, проиллюстрировать момент. Вот последние нововведения явно-явно были уже хорошие, прибыль достаточно большая для получения заработка. Убытки, если возникают, то они не очень большие. Ну вот видите, небольшие. А теперь я пролистаю вот на этот момент, когда у нас, к примеру, ночное время, и как раз большое количество неопределенности. То есть понятно, что во время боковых тенденций это не будет приносить результаты. И вот эти розовые сегменты, это как раз причина, которую так или иначе нужно искоренять. Вот ночная торговля, видите там, вечер, ночь, 2 часа ночи, 3 часа ночи, европейская сессия фактически мертвая, рынок стоит по этой валютной паре. Понятно, что здесь просто огромнейшее количество убытков. Олег внес необходимые коррективы в алгоритм, и естественно система просто не заключает сделки именно в это время. Вот ночное время, чаще всего именно здесь возникают все проблемы. Конечно, это не единственная проблема, но вот нужно просто признать как факт. Поэтому записали, отметили, поняли, где это не работает, причина отказов, и уже дальше вносите необходимые коррективы, смотрите, принесло это результат, не принесло, и уже дальше работаете. Вот фактически все так и работает. Еще на что бы я хотел обратить внимание, я об этом говорю на семинарах по основам управления капиталом, я скажу еще раз, повторю, что вот чаще всего, почему я не рекомендую использовать, сам точнее говоря, не то что не рекомендую, рекомендую, конечно, я сам не особо-то доверяю тем отчетам, которые мы делаем в торговой платформе MetaTrader. Да, они, конечно, объективны, в данном случае, давайте же покажу историю счета. Вот мы можем выбрать период, и я просто сейчас покажу, сделаю отчет. Вот, давайте вот так сделаем. Ну, это тестовый счет. Понятно, что деньги здесь теряются, робот не зарабатывает деньги. Понятно, почему исследовательский. Вот именно к этим данным, к расчетам, я и, конечно, принимаю как основу для принятия решения, но серьезно к этому не отношусь. Именно почему? Потому что есть моменты, когда, к примеру, торговая система заработала деньги, но, к сожалению, в этой сделке была огромнейшая просадка. То есть просадка может быть большой, а прибыль может быть фактической. Здесь бы просто пересидели этот убыток, и, к примеру, в каких-то других определенных условиях, с большим кредитным причем, эта торговая позиция просто принесла бы серьезнейший убыток и полное банкротство трейдера. Поэтому вот эти моменты я как раз рекомендую анализировать отдельно. Я лично, точнее говоря, не рекомендую, я сам это делаю. Раз уж то, что я делаю, я считаю это нужным, и повторять не устану. Поэтому просадка, ну вот разговор именно об этом. Знакомый, наверное, слайд, когда трейдер пересидел просадку, моя сделка на протяжении целой недели находился в убытке, потом вышел в плюс и закрыл сделку с нулевым результатом. То есть просто не смог досидеть до результата. Ну вот, а пирамида, кстати, к вопросу о вчерашнем вопросе, вопрос о пирамиде. Ну вот один из примеров. Поэтому скриншоты я это обязательно делаю. И вот, кстати, это тот элемент дневника 2012 год. 2012 год. Как трейдер принимал торговые решения. Это, кстати, не мой торговый дневник. Мне просто ученик одно время присылал свои планы на целый день или на целую неделю. Вот сможете ли вы разобраться с его торговой сделкой. То есть вот. Видите, это понятно, что старая информация. Пирамидился. То есть каким образом он будет открывать торговые позиции, по какой цене, где, как, где будет ставить стопы и так далее. То есть вот это один из элементов дневника. Так, с этим дальше. Остальное, наверное, будет не очень нужно для нашей работы. Поэтому я бы сказал так, что вот дневник мы будем вести без дневника. Я считаю, что это просто мотыляние во тьме. Абсолютно бессмысленно. И можно заниматься этим делом бесконечно долго, без какого-либо результата. Вы могли бы порекомендовать системы графического анализа. Достаточно ли систем, которые на сайте Альпари. Григорий, я скажу так, что графический анализ прост как полено. Это главная идея этого анализа. Это определение глобальных тенденций. Давайте-ка возьмем. Куда двигаются цены, в каком направлении. Глобально вниз, вверх. Что вот сейчас в данный конкретный момент, к примеру, у нас происходит. Какая тенденция, где она началась, где она закончилась, где она, возможно, сломается. Ну вот, к примеру, трейдер, проводя классический графический анализ, обнаружил бы ускорение нисходящей тенденции, обнаружил бы момент замедления этой тенденции, флэт. И дальше мы где-то обнаружили бы начало новой тенденции. Обычно, когда пробиваются две трендовые линии, лично для меня это очень хороший серьезный сигнал к тому, что вот здесь, где-то отсюда началось, или начнется, или начинается, или, возможно, будет развиваться будущее движение. Куда, до какого уровня, я не знаю, но могу сказать так, что констатация факта. Движение есть, золото, к примеру, покупают. От какого уровня началось движение? Ну вот, именно отсюда. То есть, если говорить, откуда началась тенденция такая, которую мы реально увидим, вот именно отсюда. Поэтому, скажем так, что все, что у нас связано с графическим анализом, или там прайс-экшен преподают отдельные наши мои коллеги. И это все работает. Главная суть, она всегда, главное в техническом анализе, определение направления и силы текущей тенденции. Поэтому рекомендовать, наверное, что-то я официально не буду. В данном случае попробуйте все, что вам понравится, подойдет. Вот есть, например, определенная группа трейдеров, которые используют теорию волн Ральфа Эллиота. Вот лично я к ней абсолютно совершенно спокойно отношусь. Точно так же есть трейдеры, которым очень нравится использовать уровни или линии Фибоначчи. Тоже вот лично я не использую и даже не страдаю от этого. Поэтому каждый сам для себя что-то находит полезное. Я вот все, что рассказываю, рассказываю только свою точку зрения. Она может быть даже в корне неверной, неправильной. Я даже не буду как-то пытаться оспаривать именно эти моменты. Но вот мне помогло рано или поздно. Может быть, вам тоже повезет. Повезет, поможет и так далее. Поэтому, Григорий, наверное, комментарий будет к вашему вопросу именно таким образом. Порекомендовать классический графический анализ, ну, проще всего, если у вас есть какая-то более или менее серьезная практика, то я рекомендовал бы, так, не эту книгу. Автор Джек Швагер. Она не для новичков, однозначно, но фактически является Библией. И называется она очень просто. Технический анализ. Автор Джек Швагер. Вот такая толстенная книга. В интернете ее тоже можно скачать. Лучшие, наверное, книги уже по анализу, по классическому анализу не будет никогда написано. Но вот книга толстая, все, что я рассказываю на семинаре по техническому анализу, у меня, конечно, моя информация укладывается, наверное, вот в такую книжонку. Но, тем не менее, то здесь много полезной информации, вы можете для себя найти, и каждый метод можно приспособить под самого себя. Вот, как вы понимаете, я взял основу, но на этом выстроил то, что мне лично помогает, и именно этим делюсь. То есть я не буду вам пересказывать эту книгу, нет смысла никакого. Поэтому Григорий именно такой вот момент. Я не знаю, слушайте меня, я прав, я прав. Вот буду так гордиться ходить и рассказывать, что я идеален. То есть в данном случае, конечно, поймите, что это такая ирония. Швагер, Джек Швагер, далеко найти. Вот ее можно скачать, если у вас более или менее серьезная практика. Я уже, я все-таки порекомендовал ему, может быть, какие-то более простые книги. Так, что кончено. А, это Explorer. Так, давайте-ка вот так сделаем. Берем Джек Швагер. Пожалуйста, книги Джека Швагера. Самое интересное, то, что он написал в своей книге, там что-то слова благодарности. Давайте, вот слова благодарности я здесь даже прочту, чтобы вам было понятно, все-таки, о чем эта книга. В первые годы моей работы на фьючерсных рынках я был чистым фундаменталистом. Я относился к техническому анализу с полным пренебрежением. Мнение, я должен заметить, основанное, скорее себе, на предубеждениях, чем на знании или опыте. В то время я был директором по исследованиях у крупной брокерской фирмы. В моем отделе был технический аналитик, и я начал подмечать нечто странное. Он часто оказывался прав в своих суждениях по поводу поведения рынка. Мы стали добрыми друзьями, и он объяснил мне основы графического анализа. По мере того, как я приобретал опыт в применении технического анализа, мое отношение к нему сменилось на директорально противоположного. И так далее, и так далее. Главное, что где-то здесь эта фраза прозвучала, может быть, где-то здесь. Именно Джек Швайгер сказал, что я начинал как фундаментальный аналитик, или фундаментальный трейдер, но разбогател я как технический аналитик. Поэтому вот книгу я вам рекомендую. Больше, лучше, наверное, книги уже не написано. Вот есть такие книги, которые являются ключевыми, корневыми, а все остальное, так или иначе, перепевки вот этой классической книги. Ну, понятие классическое, это как образец. Поэтому вот так. У нас сейчас время уже 11 часов. Давайте сделаем так. Есть ли у вас какие-либо еще вопросы? Если вопросы есть, давайте продолжим наше обсуждение. Если вопросов нет, я бы хотел на сегодня, может быть, закончить наш клубный день. Ну, пока последние теплые деньки, мне не хочется проводить это время на рабочем месте. Вот именно поэтому. Обычно наш клубный день идет полтора-два часа. Ну, сейчас вот. Мне просто, если вам хочется, задавайте вопросы. Но если вопросов нет, давайте мы как-то закруглимся, и все-таки будем провожать лето. Последние теплые деньки. У нас прекрасная погода, плюс 20 градусов, там плюс 22. Да, воспользуйтесь погодой обязательно. Прекрасные закаты, люблю на них смотреть. А романтик навевает. На этом давайте закончим. Большое спасибо, что пришли. Снова повторюсь, очень-очень-очень. Вам, надеюсь, дал полезную информацию, направление, в котором надо развиваться или можно развиваться. Раз мне помогло, наверное, по-моему, поможет и вам. На этом прощаюсь. Удачи, всего хорошего. Хотел бы еще поговорить о системном трейдинге, но лучше приберегу эту ценную информацию на вторник. Поэтому приходите в 16 часов 30 минут. Олег, вам персональный, большое-большое спасибо. Ничего страшного, Валентин. Мы здесь постоянно, каждую субботу. А, кстати, следующую субботу меня не будет. Буду заниматься совершенно другими делами. Поэтому через неделю мы встретимся на клубном дне. Ну, а семинары будут идти по классической схеме. На этом прощаюсь. Желаю вам удачи, всего хорошего. Большое еще раз спасибо, что пришли. Мы с вами неплохо поработали сегодня.